Две смерти на одном пожаре. В селе Песке Павловского района погибла мать шестерых детей и ее четырехлетняя дочка. Не хотите безопасную остановку? Не будет никакой. На Плехановской ликвидируют остановку, которая так и не прижилась среди воронежцев. При ограниченных возможностях безграничное жизнелюбие. Воронежские инвалиды еще раз заявили о себе на парафестивале «Территория равных». Здравствуйте. Мы в прямом эфире. Вы смотрите новости на РЕН-ТВ Воронеж в студии Владимир Смехнов. Причиной трагедии в Павловском районе, где на пожаре погибла 36-летняя женщина и один из шестерых ее детей, стала детская шалость. Эту версию высказали в региональном управлении МЧС. Подробностей, пока идет следствие, не сообщают. Смертельный пожар, напомню, произошел в селе Пески 1 декабря. Загорелся дом, в котором жила многодетная семья. И во время пожара большая часть семейства находилась дома. Ой, жалко, что девочка пострадала. Жители небольшого села Пески Павловского района до сих пор не могут прийти в себя после пережитого накануне. Все началось в районе 7 вечера. У нас просто стал гаснуть свет. В чем проблемы? У нас окон на ту сторону нет. А потом, когда выглянули, горело уже таким факелом, что просто кошелек. Оказалось, по соседству вспыхнул дом, в котором жила многодетная семья. Дома в момент пожара находились родители и трое шестерых детей. На пожар сбежалось все село. Мы побежали. Когда я добежала вниз с горы, бабушка несла ребенка, которого я думала, что он уже не живой. Ну, повезло и успели его. Кто-то его вытащил, а я просто отвезла его на скорую помощь. В районную больницу пришлось везти трехлетнего мальчика и его пятилетнюю сестру. Помощь врачей понадобилась и старшей дочке. 13-летняя школьница впала в шок, когда вернулась к сгоревшему дому с тренировки. А вот четырехлетнюю девочку и маму Викторию Кочетову спасти не удалось. Сельские говорят, что из-за пристрастия к алкоголю семья считалась неблагополучной и давно стояла на учете. Женщину кодировали, но она срывалась. Когда они не употребляли, это нормальная была семья, но это было слишком редко. А вот когда злоупотребляли, было все, тут скрывать нечего. Поэтому мы практически дневали и ночевали у них. И ПДН, и соцзащита, и опека. Ну, все отсюда не вылазили. И как бы, где понять, где мы недоработали. Известно, опекуном детей собиралась стать бабушка. Суд был назначен на 9 декабря. А в злополучный вечер дети были как раз у нее дома. Но Виктория позвала их на блины. Через два часа случилась трагедия. Следственный комитет по Воронежской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Известно, что назначена судебно-медицинская экспертиза. Так что следователям еще предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Юлия Левачева, Андрей Цыганков, РЕН-ТВ, Воронеж. На одну остановку меньше. На пересечении Плехановской и Кольцовской в направлении к северному микрорайону убирают остановку, которую в свое время обустраивали в целях безопасности пешеходов и водителей. Прошел не один год, но этот остановочный пункт так и не прижился среди воронежцев. Люди по-прежнему толпятся чуть ли не на проезжей части у самого перекрестка, а маршрутчики этому потакают. Ситуацию решено переломить радикальным методом. На углу Плехановской и Кольцовской людей хоть отбавляй. Каждый ждет своего автобуса. Причем прямо на проезжей части, невзирая на усложнившуюся ситуацию на дорогах. Когда-то установленное вдоль тротуара ограждение пешеходов давно не смущает. Выходят, выбегают, а как? Деваться куда? Такая погода тем более. Пройти пару десятков метров до официальной остановки общественного транспорта никто и не собирается. Тем более, что и маршрутчики тормозят именно здесь. Высаживают и забирают пассажиров. Переломить силу привычки не смогли даже неоднократные рейды ГИБДД. Так что, получается, хотели сделать этот участок наиболее безопасным, а вышло наоборот. То есть, не выезд, неудобно. Как бы, постоянно вечная пробка там была. Лучше, конечно, пусть на детском мире вполне достаточно. Всем удобно, никому не мешаем. Перекресток свободен будет. Похоже, теперь так и будет. В пятницу, 4 декабря, так и не прижившуюся остановку ликвидируют. От детского мира общественный транспорт должен будет ехать до самой площади застава. Безостановочно. За собственную беспечность воронежцам придется расплачиваться удобством. Чем меньше остановок, тем хуже. На Павелике Славы закрыли тоже. Очень неудобно, например. Ну и здесь тоже самое будет. Через три дороги будем обходить, кому надо. В принципе, там близко, рядом остановка есть. В принципе, можно туда пройти нормально. Пока большинство водителей продолжают останавливаться на Плехановской. Но разрешающих это знаков здесь нет теперь ни одного. А контроль за правилами дорожного движения на этом перекрестке планируют усилить. Алена Сысоева, Сергей Гладков, РЕН-ТВ, Воронеж. А мы продолжаем выпуск. И вот, что вы увидите далее. Снегопад и не только. В Воронеже из-за ветра и мокрого снега по всему городу начали падать деревья. При ограниченных возможностях безграничное жизнелюбие. Воронежские инвалиды еще раз заявили о себе на парафестивале «Территория равных». 2 декабря на Воронеж обрушился первый крупный снегопад. Большим сюрпризом для горожан он не стал. Выпадение снежных осадков синоптики предсказывали еще за несколько дней. Но, несмотря на это, движение в городе в час пик все же парализовали 9-бальные пробки. Зима пришла в Воронеж как по расписанию. 2 декабря город накрыл первый крупный снегопад. Пока неизвестно, насколько долго улицы останутся укрыты белым. Но уже сейчас можно сказать, что кому-то, например, автомобилистам, снег принес дополнительные проблемы. Ну а кому-то подарил частичку новогоднего настроения. Снег начал идти еще ночью. Продолжал сыпать утром. К обеду даже усилился. За считанные часы улицы, парки и скверы превратились в сказочные заснеженные пейзажи. Коммунальщикам любоваться этой красотой было некогда. Надо было срочно расчищать улицы. Работали как при помощи техники, так и вручную. В Кольцовском сквере, например, чистили дорожки по старинке лопатами. Ну он был уже. Не первый раз. Если бы не было первый раз, он уже был. 2 декабря это нормально. Но он все видите, он снег какой. Мокрый. Он может сегодня заверосавить. Тем не менее, на дорогах без помощи снегоуборочной техники не обойтись. Образовавшаяся снежно-грязевая каша утром в час пик спровоцировала 9-ти бальные пробки. Движение заметно ускорилось только ближе к 11 часам, когда часть выпавшего снега уже удалось убрать. Конечно, намного больше работы стало. Сами видите, тяжело идет работа. Ничего, приберем. Большинство водителей двигались по городу не спеша. Дорога ненадежная, но, как отзывались многие, ситуация не критическая. Пока ничего. Ездить можно. На дорогах? Да сейчас, в принципе, аккуратно ездить, ничего страшного. Ну, лучше бы, конечно, с утра убирали бы. Потому что, если мороз ночью бахнет и уберешь, будут кочки и плохо будет ездить. Те, кто не на колесах, такой приход зимы встретили по-разному. Кто-то, как будто только и ждал снега. Выйдя на улицу, бросился, как в детстве, играть в снежки. А кому-то ветреная погода с метелью пришлась не совсем по душе. Словом, такой снегопад людей и обрадовал, и озадачил. Ой, это ужасная погодка, если честно. У нас трение хорошее всё равно. Снега нам не хватало в Воронеже. Отлично. Первый день зимы с таким хорошим снегом, чудесным. Понимаете, душу радует. Всё вовремя. Если верить прогнозу синоптиков, то в ближайшие дни погода практически не изменится. Такого снегопада, возможно, уже не будет. Но временами мокрый снег обещают. Температура так и останется балансировать на границе плюса и минуса. Владимир Смехнов, Сергей Гладков, РНТВ, Воронеж. Оборванные провода, упавшие деревья, десятки повреждённых машин. Таковы последствия обрушившегося на наш город снегопада. Как сообщают в городской службе спасения, число обращений от граждан резко увеличилось ещё накануне днём. Ну а к сегодняшнему утру только рухнувших деревьев насчитывается больше двух сотен. И судя по погоде, это ещё не всё. Сегодня Сергей может с полным правом праздновать свой второй день рождения. Мужчина сейчас на больничном и примерно в полдень собирался в поликлинику. Но поход к врачу сорвался. На Сергея упала огромная ветка. К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Но чтобы подобное не повторилось, с кем-нибудь другим личные дела пришлось отложить. Вышел и как раз сук упал и задел прям по плечу мне. Поэтому, ну так, он не сильный, но всё равно задел очень неприятно было. Это не первый раз. До вот этой погоды уже падали с этого дерева неоднократно маленькие и большие ветки. Мы их сами и оттаскивали, потому что управляющая компания ничего не делает. Как говорят жильцы, в управляющую компанию Коминтернского района они обращались ещё летом и неоднократно. Однако результата это не принесло. Я добивалась того, чтобы произвели опил сухих деревьев, которые у нас угрозу жизни. Вот, пожалуйста, вам налицо. И дело, знаете, как можно сказать, на погодные условия можно спихнуть. Нет, дело не в этом. Дело в том, что нужно заранее, знаете, как сани с лета готовить. Ветка упала большая, большая ветка. Ну, что, ну, позвонил я в УЧС. Сказал, звонить управляющую компанию. Позвонил в компанию управляющую. Сказали, мы что делаем не можем, пишите заявление на пиловку деревьев. Таких заявлений, жалуются люди, написано уже немало. Но если в этом дворе обошлось без ущерба, то в соседнем дерево рухнуло прямо на крышу припаркованной у дома иномарки. Я здесь не проживаю. Я поставил временно. Но у меня каска есть. Может быть, по касках возместят. По информации городской службы спасения, больше всего вызовов поступило как раз из Коминтерновского района. Сейчас люди сами растаскивают упавшие ветки и надеются, что все же обойдется без пострадавших. Ведь с каждым часом деревья от обледенения становятся все тяжелее. Владимир Смехнов, Сергей Гладков, РНТВ, Воронеж. Десятки воронежцев с ограниченными возможностями еще раз доказали свое безграничное жизнелюбие. В Воронеже в преддверии Международного дня инвалидов прошел фестиваль «Территория равных». Во дворце машиностроителей собрались пара спортсмены, юные артисты и целые творческие коллективы, в которых занимаются особенные дети. На сцене особенные артисты. Танец поварят представляют ребята из танцевальной студии Инны Абаджан. У этих мальчишек и девчонок есть так называемые ментальные заболевания – синдром Дауна и Вильямса. Насте Гавшиной 18 лет. Девушка учится на повара, а все свое свободное время отдает творчеству. Я танцую маленькую страну, поварят танцую, танцую курицу, танцую зонтики и все танцую. Еще я в театре выступаю. Учили долго, было тяжело, иногда ноги болели. Всего у Инны Абаджан сейчас три разновзрастных танцевальных группы и театральная студия. Женщина уже давно посвятила себя адаптации детей-инвалидов. За педагогические заслуги Инна Александровна отмечена десятками грамот и дипломов. Сама, однако, признается – свой труд измеряет, не наградами. Как родители говорят, по словам родителей, они бегут на занятия, потому что здесь не только они учатся танцевать, не только координации учатся, но они здесь учатся общаться, это самое главное. Фестиваль, на котором выступают ребята, называется «Территория равных». Праздник организовали в преддверии Дня инвалидов. Помимо творческих коллективов, здесь отметили и победителей спортивных соревнований. Чествование наших спортсменов, ребят, которые в этом году стали чемпионами мира, чемпионами Европы, стали призерами чемпионатов мира, призерами чемпионата Европы. И таких 28 человек. То есть они привезли только золотых медалей 12. Вот вы понимаете, это титанический труд. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Все вам доброго и до встречи.